Именно во время праздников и больших уикендов увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, пешеходов и бесправников. Люди массово выезжают за город, в другие населенные пункты, к родственникам, друзьям и знакомым, часто игнорируя правила поведения за рулем. За прошлый год на территории области зарегистрировано 40 ДТП по вине водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В которых 9 человек погибли и 42 получили травмы различной степени тяжести. По вине бесправников зарегистрировано 27 ДТП, в которых 10 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Возможно, кому-то, кто позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии и удалось избежать проверки на дорогах. Но ведь такие водители не подумали на тот момент о том, что до беды недалеко, особенно при современном трафике дорожного движения. Поэтому сотрудники ГАИ и проводят на регулярной основе подобные профилактические акции. Сотрудники ГАИ проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий по причине управления транспортным средством как в состоянии алкогольного опьянения, так и не имея права управления. Обнадеживает другой факт. Все, кого остановили сотрудники ГАИ, крайне негативно относятся к фактам пьянства за рулем. Значит, есть правильное понимание недопустимости такого поведения. Естественно, что плохо. Негативно. Аварии могут сбить ребенка. Человека любого, поэтому, естественно, что негативно. На что негативно отношусь? Чем это опасно? Это в корень нарушает все требования, порядки, правила, конечно. Есть установлен закон, его надо не нарушать. Все правильно. Я негативно отношусь. Таких нужно ловить, таких нужно привлекать, лишать. Категорически. Алкоголь и права, дорога, автомобиль несовместимый. В рамках проведения акции, да и каждодневно, задача сотрудников ГАИ выявлять грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к тяжким последствиям. Также экипажи дорожной милиции в выходные дни будут нести службу у мест проведения праздничных мероприятий и у объектов торговли, которые работают в круглосуточном режиме. Юрий Печур, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».